Всем привет! С вами компания 3DIY, меня зовут Валерий, и сегодня у нас первый выпуск из цикла видео об экструдерах для 3D принтера. Какой экструдер выбрать для 3D принтера? Все, кто имел дело с 3D принтерами, наверняка знают, что такое экструдер и как важно, чтобы он выполнял все свои функции качественно и надежно. На мировом рынке 3D принтеров FDM технологии можно встретить огромное количество разных моделей, каждая из которых по-своему хороша. Возникает ряд вопросов. Какую модель выбрать? Какой экструдер будет самым лучшим? Чем они отличаются и какой подобрать под свои задачи? В данном видео мы ответим на эти и многие другие вопросы подобного характера, но чтобы понять, какой должен быть идеальный экструдер, сначала разберемся в теории. В этом видео мы будем говорить об экструдерах только для одной нити филамента. О двойных экструдерах, о системах для смешивания нитей пластика и других аналогичных решениях мы поговорим в будущем. Экструдер является важной частью 3D принтера, которая осуществляет фактическую печать. Его можно сравнить с печатающей головкой обычного струйного принтера. Только вместо чернил используется пластиковая нить. Экструдер состоит из двух основных частей. Подающий механизм с шаговым двигателем, именуемый cold-end, и hot-end. В этом видео мы рассмотрим часть экструдера, именуемую cold-end. А о hot-end поговорим уже в следующем видео. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Cold-end дословно переводится как холодный конец. Этот термин относится к верхней части системы экструдера 3D принтера, в которую нить подается, а затем проходит в hot-end для плавления и экструзии на печатный стол. Cold-end является той частью экструдера, в которой не происходит никакого нагрева пластика. А основной его функцией является подача филамента во вторую часть экструдера, hot-end. Внешний вид и расположение cold-end в 3D принтере зависят от того, какой тип строения экструдера используется в 3D принтере. Это может быть экструдер с прямой подачей, который обычно называют директ-экструдером, или же Bowden-система. Эти варианты строения экструдеров мы рассмотрим далее. Основные составляющие cold-end это подающий механизм, состоящий обычно из зубчатой передачи той или иной формы, подпружиненного ролика для прижима пластиковой нити, и корпуса или каркаса. Механизм подачи пластиковой нити часто называют фидером. Хммм... Погодите, а вам не кажется, что словом фидер уже и так называется чуть ли не любой подающий механизм? Фидером называют и автоматическую кормушку для кошек, и в куче других вещей тоже есть свой фидер. Но ведь так легко запутаться, и это не очень удобно. Поисковик по запросу фидер показывает инструкцию, как правильно выбирать удочку. Уникального термина для названия подающего механизма в экструдере 3D принтера мы так и не нашли, и, пожалуй, дальше будем использовать просто термин механизм подачи. А на ваш взгляд, насколько правильно называть подающий механизм, печатающий головы принтера, фидером? Может, есть какой-то более простой и подходящий термин на замену словосочетания механизм подачи? Пожалуйста, напишите свои варианты в комментарии под этим видео. Как мы упоминали ранее, существует два типа экструдеров. В большинстве 3D принтеров используется система прямой подачи, где шаговый двигатель экструдера находится в одном корпусе с печатающей головкой. Он проталкивает пластиковую нить напрямую в хотенд. Экструдеры с прямой подачей называются директ. Второй тип экструдера называется боуден. Такая модель экструдера отделяет корпус с подающим механизмом от хотенда. Пластиковая нить подается удаленно от подающего механизма по тефлоновой трубке к хотенду. Боден экструдер позволяет перенести тяжелый шаговый двигатель вместе с корпусом на раму 3D принтера, тем самым облегчая вес каретки с печатающей головкой. Облегченная каретка позволяет перемещаться в системе с более высокой скоростью, однако, чтобы протолкнуть пластиковую нить по длинной трубке, двигателю требуется больше усилий. Итак, экструдеры подразделяют на два типа. Директ экструдеры, где подающий механизм и хотенд находятся непосредственно на подвижной каретке. И боуден экструдеры, где подающий механизм расположен на раме принтера, а пластик подается в хотенд удаленно по трубке. К плюсам директ экструдеров можно отнести возможность печати гибкими пластиками даже на больших скоростях при использовании подходящего механизма подачи. Незначительная погрешность при подаче пластика за счет минимального расстояния подачи. Быстрая и удобная замена материала печати. А к минусам можно отнести. Суммарный вес каретки больше, чем в боуден экструдерах. Тем самым увеличивается инертность. У директ экструдеров более сложная конструкция каретки. Необходимо расположить шаговый двигатель с механизмом проталкивания прямо на каретке. А к плюсам боуден экструдеров можно отнести и следующее. Уменьшается суммарный вес каретки. Шаговый двигатель теперь расположен на раме 3D принтера. У боуден экструдера небольшие габариты, печатающие головы. Но есть и минусы. Сложность в большинстве случаев невозможность печати гибкими пластиками, такими как Flex, SBS, TPU, Rubber и так далее. Требуется более мощный двигатель для подачи пластика. Зачастую даже с редуктором. Увеличивается погрешность подачи прутка из-за большой длины трубки. Дорогие зрители, на нашем сайте и в группе ВКонтакте вы можете найти интересные статьи на темы, связанные с 3D печатью и комплектующими 3D принтеров. Настоятельно рекомендую ознакомиться и вступить в наше сообщество. В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разнообразных механизмов подачи, как по строению и функционалу, так и по материалам, из которых он изготовлен. Из чего же состоит подающий механизм? Первое. Шестерня для подачи пластика. Второе. Механизм прижима пластика, который придавливает пластик к шестерне с заданным усилием. Третье. Вспомогательные шестерни. И четвертое. Каркас или корпус подающего механизма. Начнем с шестерни для подачи пластик. Это шестерня, которая с помощью зубчиков проталкивает нить пластика в хот-энд. Расположение зубьев этой шестерни имеет большое значение для функционала подающего механизма, так как именно она цепляет и проталкивает филамент в хот-энд. Какие же виды зубьев бывают у этой шестерни? Зубья могут располагаться по всей цилиндрической поверхности шестерни, а могут быть в полукруглой канавке по ее периметру. В зависимости от величины диаметра нити, под которую сделана шестерня, эти углубления могут иметь разную ширину. Пластиковая нить может иметь диаметр 1,75 мм или 2,85 мм. Форма этих зубчиков тоже насчитывает множество вариаций. Ее зубья могут быть плоскими или же со специальными насечками для лучшего сцепления с пластиковой нитью. Количество зубьев на ней может различаться в зависимости от производителя, даже если шестерни и их зубья визуально очень похожи. Шестеренка может быть изготовлена из меди, латуни, алюминия, нержавеющей стали, титанового сплава и так далее. Почему же существует такое большое разнообразие исполнений одной лишь функциональной детали механизма подачи? Дело в том, что разные варианты ее исполнения имеют разную стоимость производства. Таким образом, для бюджетных подающих механизмов используются шестерни с зубьями более простой формы и из более дешевого материала. Механизмы подачи из профессионального сегмента могут уже похвастаться шестернями из более качественных материалов, а также имеющими точные и аккуратные зубчики, нередко имеющие уникальную форму для повышения силы сцепления с пластиком. Но одной зубчатой шестерни для проталкивания пластика недостаточно. Для того, чтобы нить пластика плотно соприкасалась с вышеупомянутой шестерней, нить прижимают специальным механизмом. Его конструкция может сильно отличаться, однако пружина в нем имеет место быть всегда. Механизм этот очень прост. Прижимной рычажок с одной стороны имеет подшипник, обычно с канавкой, чтобы фиксировать пластик в устойчивом положении. В другой конец упирается пружина, которая как раз и обеспечивает прижим пластика к шестерне. Усилие прижима этого механизма можно регулировать. Для чего же это нужно? Дело в том, что разные филаменты имеют разные механические свойства. Среди них встречаются как особо хрупкие представители, так и весьма гибкие. Хрупкий пластик при сильном его прижиме шестеренками начинает крошиться, из-за чего он не сможет стабильно поступать в хот-энд и далее. А с гибким пластиком происходит обратная ситуация. Нить даже при небольшом усилии начинает менять свой диаметр. И соответственно, если сила прижима в подающем механизме будет недостаточно, шестерня будет просто скользить по поверхности пластиковой нити, не проталкивая его в хот-энд. Непосредственно прижимать пластик может не обязательно ролик с подшипниками, но и вторая шестерня для подачи пластика. Если нить пластика захватывают две шестерни одновременно, сцепление с пластиком повышается, и благодаря этому можно повысить усилие, с которым нить проталкивается в хот-энд. Как же обеспечить работу двух шестерней одновременно? Давайте разберемся в этом на примере механизма BMG. Разобьем условную шестерню такого типа на две части. Одна часть с зубчиками для подачи пластика, другая с зубчиками большего диаметра для передачи крутящего момента. Одна шестерня крепится на приводящий вал двигателя или вал редуктора, и по определению является ведущей, другая на ответную часть прижимного механизма и является ведомой. Когда шестерни в зацепе, они входят во взаимодействие и синхронно толкают пластик. Среди шестерней внутри корпуса многих механизмов подачи можно встретить и редуктор. Главная функция редуктора заключается в том, чтобы увеличить усилие, с которым продавливается пластик в хот-энд. Это полезно для стабильной работы подающего механизма, так как в процессе работы печатающая голова перемещается по всей доступной рабочей области, а пластик попадает в нее под разным углом, что в некоторых участках может создавать большую силу трения между нитью филамента и трубкой, по которой эта нить обычно подается в печатающую голову. Еще одна немаловажная часть механизма подачи – это его корпус или каркас. Ведь в каркасе крепятся все его функциональные составляющие. Корпус подающего механизма может содержать и радиатор хот-энда, и даже водоблок охлаждающий хот-энд. Ну а об этом охлаждении хот-энда мы подробно поговорим уже в другом видео, которое будет посвящено этой части экструдера. Корпус может быть изготовлен как из различных пластиков, так и из различных металлов и их сплавов. Кому-то может быть нужен подающий механизм с красивым внешним видом, а кому-то главное максимально облегчить каретку экструдера для новых экспериментов со скоростью и качеством печати. Чтобы подающие шестеренки начали вращаться и проталкивать пластик, необходимо использовать шаговый двигатель. Шаговик тоже является частью колд-энда, поэтому вкратце расскажем и о нем. Обычно используются шаговики с типоразмером NEMA 17, но можно встретить и примеры использования меньших типоразмеров шаговиков NEMA. Если в колд-энде используется подающий механизм с редуктором, появляется возможность эффективно использовать облегченные укорощенные шаговые двигатели NEMA 17. Такая связка может хорошо проявить себя в директ-системе. Редуктор может находиться не только в механизме подачи, но и непосредственно в корпусе шагового двигателя. Габариты NEMA 17 с редуктором не очень подходят для использования в директ-экструдере, а вот NEMA 11 с редуктором уже может быть использован в печатной голове. Само собой, все разнообразие подающих механизмов, существующих в продаже на данный момент, охватить за один ролик длительностью даже в пару часов мы не сможем. Так что давайте лучше поговорим о наиболее популярных моделях, которые на слуху уже довольно давно. Но эти механизмы подачи не являются уникальными или дорогостоящими. Эти решения популярны, и их часто копируют разные производители. В том числе добавляя свои личные нововведения с целью сделать подачу пластиков хот-энд еще более аккуратной, качественной и эффективной. Друзья, перед тем, как перейти к конкретным моделям механизмов подачи, хочу напомнить вам о том, что у нас есть инстаграм, в котором периодически появляются сториз со съемок наших видео, а также разные классные напечатанные 3D-модели и другие забавные моменты из жизни нашей компании. Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего интересного. MK8 является одной из наиболее популярных моделей среди механизмов подачи. Он отличается надежностью, практичностью и легко собирается в единый блок. В MK8 нет редуктора, зато за счет своей малогабаритной конструкции директ-экструдер на его базе может быть очень компактным, что хорошо скажется на скоростных характеристиках печати принтера. Этот подающий механизм в сравнении с другими, более сложными моделями выигрывает в цене, однако установленная подающая пластик-шестерня здесь закономерно тоже одна из самых простых. Механизм содержит только одну такую шестеренку, а с другой стороны находится прижимной ролик. Механизм прижима здесь не самый лучший и выполнен особым образом. С MK8 можно использовать специальный укороченный хот-энд, при этом установив радиатор прямо поверх корпуса механизма. Тепло от нагревательного блока будет передаваться по термобарьеру на каркас механизма и рассеиваться вентилятором, закрепленным на радиаторе. Подающий механизм BMG является отличной альтернативой для замены MK8 и аналогичных моделей. У нас есть отдельный видеообзор экструдера BMG. Посмотрите его, перейдя по ссылке во всплывающем окошке. А сейчас вкратце пройдемся по основным особенностям данного подающего механизма. Для равномерной подачи прутка филамента используются две шестерни. Такой способ надежного захвата филамента авторы данного решения назвали технологией Dual Drive. В конструкции устройства предусмотрен рычаг на пружине. С помощью него можно задать оптимальную силу прижима пластика, а также раскрыть механизм и произвести замену нити. Через этот рычаг проходит прижимной винт, который регулирует сцепление пластика с шестернями. Для увеличения мощности подачи такие механизмы используют встроенные редукторы с передаточным отношением 3 к 1. Механизм подачи BMG подходит для совместного использования с хотендом E3D-V6. В комплекте обычно идет адаптер фитинг для возможности удаленной подачи пластика по принципу Bowden. BMG изготавливают из разных материалов. Он может иметь стальной корпус с пластиковыми шестернями, может быть пластиковым целиком, а может быть полностью выполнен из металла. Титан благодаря своим габаритам может подойти директ экструдеру еще лучше, чем BMG. Это легкий, но мощный механизм подачи со встроенным редуктором. Подача пластика осуществляется с помощью двух шестерней. Малый на 22 зуба и большой на 66 зубов. Данное соотношение зубьев создает редуктор с соотношением 3 к 1, что позволяет использовать в экструдере компактный мотор NEMA-17 с небольшим моментом, тем самым облегчая конструкцию печатающей головки. Данный экструдер преимущественно используется для директ-подачи, так как он является одним из самых легких и компактных подающих механизмов, которые можно купить, что очень пригодится при сборке и использовании директ-системы печатной головы. Титан может быть изготовлен как из пластика, так и из металла. Ну и для разнообразия давайте взглянем на один из примеров своего рода экзотики в сфере подающих механизмов для экструдера 3D-принтера. Этот механизм подачи изначально разрабатывался как механизм, который нужно воспроизвести при помощи 3D-печати. Насколько нам известно, производители, связанные с аддитивными технологиями, не производят этот подающий механизм другими способами для последующей продажи. И, соответственно, B2D является некоммерческим проектом. Механизм имеет уникальное строение, прижимает филамент двумя парами шестерней для более высокого и надежного подающего усилия, а также имеет встроенный редуктор с передаточным числом 3 к 1. Да, звучит, будто я описываю аналог BMG экструдера, однако это не совсем так. B2D имеет очень похожие характеристики, однако для передачи усилия через редуктор используют замкнутый ремень GT26 на 65 зубьев, а также имеет сильно отличающуюся от BMG форму корпуса и конструкцию. B2D является решением для Bolden System, и, судя по отзывам, в комьюнити любителей 3D-печати отлично справляется со своей задачей. Ассортимент подающих механизмов на рынке сейчас весьма велик. Разнообразие решений можно встретить как в низком ценовом сегменте, так и в среднем и в высоком. Все это разнообразие крайне сложно охватить целиком, поэтому в этом выпуске мы рассказали о наиболее значимых частях верхней части экструдера, на которые стоит обратить внимание при выборе новых комплектующих для своего 3D-принтера. В следующем выпуске мы поговорим про вторую часть экструдера, Hotend. А на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и аккаунты в других социальных сетях. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok